Ваше полное имя Зырьянов Денис Евгеньевич Ваш возраст 27 По какой статье осуждены? 213-е хулиганство и 115-е нанесение легкого вреда здоровью На какой срок вы были арестованы? Три года колонии общего режима Были судены до этого? Год условно, статьи те же Выдали согласие на альтернативную меру наказания в виде прохождения курса лечения с применением экспериментального препарата в течение 14 дней и последующее стационарное наблюдение в течение 7 дней, После чего ваше наказание будет считаться исполненным. Все верно? Да, все верно Опишите состав преступления Пострадавший до сих пор находится в больнице. У него перелом руки и множественные генетики. Томатомы по всему телу. Вам не кажется, что это через чур суровое наказание за простое вторжение в ваше личное пространство, причем без цели причинить вам какой-то вред? Мне жаль этого человека. Он попал под горячую руку. Но проблема здесь куда масштабная. Вся эта система, все это общество потребителей, где всех волнует, какую должность я занимаю, какие шмотки я ношу, по какому мобильнику я разговариваю. Если я больше потребляю, тем я лучше. Но не вред. А кругом смешная реклама. Дороговые центры. А ведь же эти гребаные промоутеры, которые даже не понимают, что они впаривают людям. И меня считают говном из-за того, что я с этим не согласен? Вы осознаете, что если вы будете нарушать законы страны, в которой вы живете, и законы общества, это приведет к еще более серьезным последствиям для вас? Да, я осознаю. Расскажите подробно, как вы совершали ваше преступление. В тот день мне пришлось встать рано утром, чтобы помочь другу с переездом. Я вышел на улицу. Меня выбешивали все. И все. И уже на подходе к метро появился этот парень. Не знаю. Я сразу потерял контроль. Один внешний вид вызвал во мне ярость. Я взломил ему руку, ту, в которой была листовка, и палил на землю, и начал бить. Вы убили лежачего человека? Да, бил. Что вы чувствовали в этот момент? Облегчение. Как вы считаете, вы, попав в такую же ситуацию в будущем, поступили бы таким же образом? Я объясняю. День издаллся с самого утра. Это была случайность. Однако вы уже были судимы по той же статье. Но тогда была другая ситуация. И тот человек был неправ. Зачем вы сломали руку потерпевшему и затем избили его? Я уже говорил, это была вспышка ярости. Это была случайность. Также вы говорили, что у вас не устраивала система общественного порядка, законы общества. Вы ведь не случайно пришли к этой позиции? Нет, не случайно. Вы пришли к позиции протеста, потому что не смогли себе найти достойную работу? Нет, это не так. Вы сказали, что вы безработные. Это так? Отвечаете? Да. Вас задевает, что у кого-то есть хорошее работа. Ничего его меня не задевает. Протеста. Естественный реактор. Естественный меньше. Я сволочи. Ваше полное имя. Зырьянов. Денис Евгеньевич. Ваш возраст. Двадцать семь. Род деятельности. Что? Чем вы занимаетесь? Ничем. По какой статье осуждено? Хулиганство избил человека. Когда курс лечения будет окончен, чем вы планируете заняться? Я не знаю. Наверное, в работу пойду. Возможно. Вы планируете получить образование? Наверное, да. Скорее всего. Вы считаете, что вам нужно получить определенную квалификацию? Да. Не помешает. Расскажите, какие эмоции вы испытывали, когда совершали преступление? Кто со мной? Господи! Что вы со мной делаете? Уроды! Вы меня убиваете! Не трогайте меня! Я человек, чест возьми! Ваше полное имя. Денис. Назовите полное имя. Денис Зырянов. Ваш возраст? Двадцать шесть. Род деятельности. Какой? Назовите ваш род деятельности. Не знаю. За что задержаны? Хулиганство. Нанесение вреда здоровью. Почему вы совершили данное преступление? Я шел по улице. Я же вам уже рассказывал вроде как. Мне не нравилось все. Шумно было еще как-то. Зовите ваше полное имя. Вы задолбали своими вопросами. Со своим телевизором, который висит в палате. И показывает 24 часа в день. Какую интервью. Или со своими тестами, своими картинками. Своими вариантами ответа. У меня один вариант. Засуги себе все это по глупостям шлопа. А ну убрали руки. Не трогайте меня, мать вашу. Назовите ваше полное имя. Ваше полное имя. Назовите ваше полное имя. Я не знаю. Почему мы совершили данное преступление? У меня не было работы. И я хотел купить. Я был подавлен. И у меня не было возможности заработать. Нужны были деньги. Вы утверждали, что вы не согласны с общественным порядком и системой демократического общества. Просто на тот момент времени у меня не было работы. Стресс. Вот так вот как-то. У меня не хватало мотивации найти себе работу. Но вы утверждали, что протест это естественная черта человеческой природы и безработица здесь ни при чем. Возможно, я ошибался. Возможно, это так. Сообщаем вам, что сегодня последний день курса вашего лечения. Прием препарата окончен. Далее вы будете переведены в общую палату на стационарное наблюдение в течение недели. Вы уже знаете, чем вы займетесь после? Да, я хочу пойти работать, например, продавцом-консультантом в отдел электроники. За пару недель, проведенной здесь, я неплохо стал разбираться в смартфонах, планшетах и прочих девайсах. Или пойду в фастфуд. Зарплата плюс питание. Буду откладывать деньги. Поступлю на какие-нибудь менеджерские курсы. Я надеюсь реабилитироваться в обществе. Стану, например, работником страховой компании. Поздравляю. Вы полностью прошли курс лечения. Теперь вы с уверенностью можете чувствовать себя полноценным членом гражданского общества. Я надеюсь, что я вам обещаю. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok